Лыжи Бордеры приветствую всех. Предлагаю вам вместе со мной обозреть местечко для проживания, которое находится в деревушке Ново-Абзакова, прямо в непосредственной близости с горнолыжкой, именуемой Абзакова всеми известной. Номер расположен в отеле Арслан. Сейчас мы пройдем, посмотрим в него, что там внутри, что там есть. Отель категории стандарт. Перед отелем есть небольшая парковочка, как мы видим. Тут буквально машин 6 от силы поместится. Рядом за углом в 50 метрах есть столовая котейка, такая наиболее популярная. Цельник не такой большой, не такой маленький. В двух словах, в общем-то, питаться можно. Самое главное, что она здесь рядом и в шаговой доступности. Вот за вот этим вот беленьким домиком. Кстати, обзор на номер в этом домике вы можете посмотреть на моем канале. Ссылочка будет под видео. Заходите, смотрите, кому, если это интересно. Так, ну вот основной вход, крыльцо отеля. Чуть не упал. Снежочек немножко с утра выпал, припорошил так. Приятненько. Здесь на территории у отеля есть небольшая детская площадка. Там есть мангальная зона. Кому-то, если, в общем-то, надо здесь шашлычок, изготовить еще что-то, вечерок провести, значит, на свежем воздухе. Таковая возможность у отеля есть. Так, ну, давайте долго не будем, значит, долго не будем тут сам рассматривать. Затем непосредственно в номер. Посмотрим, что есть интересного в номере. Дверь. В общем-то, такие, по дереву. Красивее. Справа будет сейчас у нас ресепшн. А можно посмотреть? Сушилку. Сушилку можно посмотреть? Сверху, сверху. Вот здесь есть номер сушилка для вещей. Вот тут можно ботиночки, с нарядом все повесить. Лыжи положить, кому, если надо, одежду. Вот, воспользоваться. Так, а наш номер расположен на первом этаже, номер 102. Открывается вот таким ключом. Давайте пойдем, смотрим. Быстренько я ботиночки скину. Ботиночки скину. Ключик обычный. Комнатная дверь, скажем так. И здесь у нас на входе, что мы имеем, прихожую. Буквально тут метра полтора на полтора. Очень такая компактная, компактная, миниатюрная прихожая. В данном номере с отдельно минимальным шкафом, шкафиком. Ну, в общем-то, тут внутри вешалки, повесить верхнюю одежду, какие-то вещи сложить возможно. Есть также вот такая вешалка классическая. И здесь ванна-туалет у нас. Ванна-туалет, в принципе, большая такая. Ну, сюда мы еще вернемся. Давайте пройдем в основную комнату, посмотрим, что есть у нас здесь. Тут у нас, значит, одна двухспальная кровать. В общем-то, такая комфортная. Мне она всем понравилась. Шириной она где-то метр сорок. В принципе, стандартная, как и во всех номерах. Больше тут никто кровати не устанавливает. Матрас, кстати, очень такой хороший. Белье чистенькое, приятное. Матрас еще мягкий, кстати, не промятый, не продавленный. И реально мне было очень приятно на нем спать. Есть вот картина по флошадине художника Хлебникова П. 2007 года. Это самый телевизор, к сожалению, ламповый сталь. И такой некоторые каналы ребят, и он мне не очень понравился. Так, есть два окна. Тут, значит, столик небольшой, столик. Чайник есть, кружки, значит, рюмочки, там какие-то вот коктейльные стаканчики имеются, да? У нас здесь холодильник небольшой, предельно компактный. Есть штопор. Штопор, что значит отрадно. Вдруг бутылочку вина захочете открыть, и здесь он вам очень пригодится. Разделочная доска, тоже небольшая есть. И столовые приборы, столовые приборы тут, и две тарелочки. Холодильник вот тоже предельно компактный. Ну, для нескольких бутылочек, там еще чего-то там здесь хранить получится. Два окна вот таких небольших. Под окнами радиаторы стоят. Радиаторы, кстати, очень хорошо греют. Мы их закрыли, потому что душновато в комнате. Но греют очень хорошо, и в номере реально тепло. К нареканий, к замерзанию какому-то никаких нету. То есть тепло, хорошо, комфортно. Можешь ходить чуть ли не голышом. Для какой-то вот, не знаю, зачем установили телефон, кому он тут нужен, кто им пользуется, я, честно говоря, не понимаю. На втором окне, значит, тут есть микро-регулировки все. А вот это вот первое окно просто так открывается в сторону, откидывается. Москитная сетка установлена. Заметьте, окна, двери все у них, значит, не просто белые, а вот такие вот, значит, под дерево текстурой. Красиво так выглядят. Видимо, строители, хозяева решили немножко тут выпендриться, сделать что-то необычное. Но, в принципе, у них это хорошо получилось. Есть вот еще две вот такие настенные лампы, но, к сожалению, горит из них только одна. Вот, давайте я вам покажу. Вот вторая не горит. И у нее еще регулировка, значит, вот видите, да, по яркости диммер установлен так называемый. Вот, основная люфта, вот смотрите, какая большая, большая такая, я бы даже сказал, роскошно выглядящая такая. И для такой маленькой комнаты света здесь ночью предельно, значит, предостаточно. На полу постельный ламинат. Ламинат такой еще не зашелканный, не зацарапанный. По размерам комнаты где-то, сейчас давайте попробуем посочетать. Раз, два, три, четыре. Ну, может, метр четыре с половиной где-то. Четыре с половиной, наверное. Раз, два, три, четыре. Ну, четыре с половиной где-то на четыре. Ну, в районе где-то 18 квадратов. Это самый максимум, что тут получится. Ну, вот, плюс вот коридор тут. Квадрата два, наверное, да. И, значит, ванна, туалет, ну, большая, конечно. Ну, не знаю, сколько тут она может. Метра тоже тут два с половиной, три на полтора. То есть в общей сложности квадрата где-то может тут весь номер 25-26 плюс-минус выйдет. Ванной плитка везде, значит, наклеена на стенах, на полу. Есть вот резеточка такая. Резеточка, умывальник. Отмечу, кстати, что сантехника очень такая хорошая, что вот на раковине, что вот в душевой кабине видно, что такая свеженькая. Унитаз тоже хороший такой, красивый, еще не затаскано, ничего не убито. В лесе не так вот особо не бросается в лаван. В общем, как бы номер довольно чистенький и ухоженный. Есть вот полотенце, как вы видите, это местное, все это не наше. Все это их отель Арслан. Есть у них Wi-Fi, значит, но берет в номере очень плохо, сразу скажу. Буквально одно-два деления и еле-еле, значит, иногда обрывается. Я так понял, что роутер установлен вот там вот на рецепшене. И вот пока до сюда сигнал идет, он очень сильно теряет. Вот это, кстати, небольшой недостаток. По стоимости, значит, данный номер в будни стоит полторы тысячи, полторы тысячи. И за раннее заселение они еще просят 50 рублей за час. То есть, если вы с самого начала решите сюда заехать, либо позднее выселение у вас будет, имейте в виду, что придется понести такие расходы. Ну, это, в принципе, мелочь. Я считаю, если уж сильно надо задержаться или рано приехать пораньше, не столь критично. Для, значит, уровня цен в Абзаково полторы тысячи за такой номер, я считаю, что это как бы недорого по большому счету. Ну, единственное, что вот тут нет интернета, как бы, да, если это так критично, нужно иметь в виду. Также забыл отметить, в номере очень хорошие такие качественные два стула есть из массива дерева. Тоже вот видно, что чистенькие, ничего не зашарпанные, такие не зацарапанные. Так, в общем-то, аккуратно выглядят. Ну, еще как бы отмечу такой момент, что, ну, в данном номере можно находиться вот, ну, комфортно вдвоем. То есть, втроем с ребенком здесь уже будет несколько тесновато, вещи уже некуда будет вложить. Для двоих вот этот номер, я считаю, что предельно, как бы, комфортный, предельно всем устроит. Я думаю, многих, если приходить, допустим, сюда, здесь только на ночевку, днем кататься на горке, там, вечером, где-то там, не знаю, ездить по каким-то развлечениям, да, там, тут, благо, значит, в Абзаково и предостаточно таких моментов. Для ночевки, для проведения вечера, думаю, что данный номер, конкретно данной ценовой категории, очень хорошо выигрывает. Также из плюсов отмечу близость, непосредственная близость столовой котейка, которая вот тут с утра встала, дошел, 50 метров позавтракал, значит, сделал свои там все дела, собрался, оделся, вышел на остановку. Кстати, остановка находится прямо вот перед выходом этого отеля, вот возле шлагбаума, где вот я вот начинал свое видео, останавливается автобус, который идет с базы отдыха и едет на самую горку, буквально тут ехать 5 минут, чтобы пешком не топать, всю снарягу, значит, одеваем здесь, кушаем и все, и на целый день уезжаем на горнолыжку. То есть расположение вот этого отеля в плане минимализма передвижения ногами, очень тоже, кстати, выигрышное. Я один раз так сделал, мне реально понравилось. То есть не надо на машине дергаться, ездить куда-то, то есть вышел на остановку, оделся, сел и уехал. Никто ничего против вам там нигде не скажет, это остановка у автобуса по расписанию, она официальная. То есть очень удобно здесь это придумано. Вот можно понаблюдать, значит, за видом во дворе, который есть, да. Ну, гальда зона, как я говорил, там где-то вот небольшая детская площадка, тут просто снегом все, в общем, завалено. Ну, и на этом, пожалуй, буду заканчивать. Если кому понравилось мое видео, ставим лайки, не забываем подписываться на канал, бейте в колоколец. Ну, и всем пока-пока и удачи, и удачных катаний, съема жилья.